Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужды. Как здесь классно! Я привыкла, как в своем доме жили. Настолько все уютно, душевно, по-домашнему. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужды. Я привыкла. Женщина, вы мне это уже 40 минут рассказываете. Да потому что классно, Волуште, уютно, душевно. Ой, а какое нам жаркое каждый день давали. Какое еще жаркое? По-домашнему. А, ну и вы к нему, конечно. Привыкла, да. Все, слава богу, приехали. ЖД вокзал, можете выходить. Я говорю, приехали, выходите. Вообще не хочу выходить из такси. Ну просто у вас тут так классно, так уютно, так душевно, так по-домашнему. Вы что, издеваетесь? Нет, я привыкла. Я ко всему быстро привыкаю. Так. Выходите из такси. Так душевно. Вышла из машины. Уютно. Вышла, я сказал. Вообще не хочу. Ай, ай. Эй, что замолчала-то? Я привыкла. Ну ладно, ладно, я выхожу. Только у меня одна просьба, пожалуйста, дайте мне свой телефон, я мужу позвоню. У вас что, своего нет? Нет. Я всегда звоню по-домашнему. Спасибо. Альо, Сережа? Да, мы разводимся, я ухожу к таксисту, потому что я к нему привыкла. Он такой уютный, душевный. Даже лучше, чем малушта. Завдяки партизанам та патріотам, життя коллаборантів на тимчасово окупованих териториях виглядає приблизно так. Какое, блин, открывай, не помню, что там дальше. Кто ты? Это я. Кто ты? Я. Жена твоя, Люба. Пароль. Полностью? Полностью. Сидят как-то в яме русские, немецы и американец. Это вчерашний пароль. Хорошо. Сидит в бане Иван Васильевич и Петька. Это просто вчерашний пароль. Так, Коля, блин, ну не превращай в подъезд белого попугая, открывай. Откуда я знаю, что это ты? Глазок посмотри. О. Ну, похоже ты на мою жену. Так, стоп. А скажи, что это такое, что знают только я и она? Коля, у тебя писюн маленький, открывай, ради бога. Хвоста не было за тобой? Да не было. Я сделала все, как ты сказал. Я сначала на маршрутке доехала до конечной. Оттуда я из сумки достала скейт. Проехала 500 метров. Выбросила его в урну. Потом взяла электросамокат. Оплатила, естественно, офшорной картой, конечно же. Доехала до центра. Я вызвала такси уже домой, ну, в супермаркет. Вот так, через три дома, потом прошла домой. Коля! Тебе не кажется, что ты немножко ебобо? Не кажется. Ты таксиста задушила? Ты придурок, а? Чуть, опять приезжать надо. Опять съезжать. Ты купила то, что я тебе просил? Да, я купила. 30 пачек пантенола. Поставь кладовку к остальному пантенолу. Коля, а напомни, а нахрен нам столько пантенола, а? Я тебе сто раз уже рассказывал. Чтобы выехать из этого города, мне нужно полностью забить машину пантенолом. И когда ее взрут, я без единой царапинки. Без ожога. Вот так выкачусь на пантеноле. Как тебе идея? Просто бомба. Не, бомба. Настя, съезжаем, вызываем. Выпадок в ДНР. Песля закону про частковую мобилизацию. Кто там? Доставка пиццы. Да ладно. Я ж тебя 8 лет назад заказывала. Где ж ты была 8 лет, а? Где он? Где ты, мужик? Где ты прячешься? Это хорошо, что ты умеешь прятаться. Нам такие как раз в разведку нужны. Где мужик? Ребята, какой мужик вы что издеваетесь? У меня 10 лет уже того мужика, как нет. Господи. Заюшка, не надо нам трындеть. Мы за твоей квартирой две недели наблюдаем. А чьи это трусы на балконе висят? А? Мои. Твои такие? А зачем мне другие? Я ж тебе говорю, 10 лет мужика нет. Да не трынди ты нам. А во вторник в мусорном бакете бутылочка литровая из-под водочки. Тоже потому, что 10 лет мужика нету, а? Прикинь. Ну, раз уж никого нет, мы уходим тогда. Мы пошли. Пошли. Вы серьезно? Я что, это когда-то срабатывала? Что реально никого нет? Да нет, я же тебе говорю, господи. Две недели. Как нам теперь возвращаться с пустыми руками, а? Нас же самих туда отправят. Хозяйка, а пошли к нам служить. В смысле? Ну, будешь воин ДНР. Во-первых, я женщина, знаете. Да нас там так одевают. Ты не поймешь, женщина ты не женщина. Пойдем. Нам такие, как ты, ух, как нужны. Какие такие-такие-такие? Да нет, ребят, какой с меня воин? Я же даже стрелять не умею. А мы там не стреляем. У нас задача войск ДНР другая. Мы выходим, ВСУ по нам стреляет, русские смотрят, откуда и запоминают. Называется взаимодействие союзных войск. Пошли, мы тебе, знаешь, кого дадим? Генерала. Да ладно, что, сразу генерала? Ну да. У нас как идет? Смотри, рядовой, потом майор, потом генерал, потом менеджер. И в конце старший лейтенант. Слушай, а это вообще зачем так? Ну пойми ты, когда укропы по телевизору скажут, здесь и узничили тилу роту генералев, ну кто им поверит, ты же тетю, что ли? Военная хитрость. Пошли к нам, пошли. Нас кормят хорошо, сухпайок на человека, а к концу недели аж трех сухпайка на человека. Откуда берутся, не знаю. Непонятно. Ребят, спасибо большое, но нет, никаким бойцом я не... Да подожди ты, как ты не понимаешь. Такая возможность бывает только раз в жизни. О, да. И ты должна хвататься за нее. Хват. Либо она хватанет тебя. Хват. И если ты сильный, то типа мудрость. А фортуна, она как птица. Блин, у Соловьева как-то все складнее получается. Короче, пошли с нами. Короче, пошли сами. Все, до свидания. Сериал надо смотреть, я сказала, хватит. А вот и мужик, которого 10 лет не было, да? Да нет. А кто там? Моя команда ДНР, открывайте. Такая возможность бывает раз в жизни. Сестра, спаси нас, пожалуйста. Сестра. Сестра. Сьогодні такий випадок може трапитись у будь-якій компанії. Не, ну, хорошая была идея не говорить сегодня про новини. Да, офигенная идея. Вообще, супер. Ну, девочки, ну у меня день родственника. Ну что, нам больше не мало про что поговорить? Да, конечно, есть. Есть, конечно, есть. Да, вообще, купа темы. Миллион. Только дай им заболтать. Да, да, конечно. Похолодало, что-то. Осень. Влитку не так. Нет, не так. Может, то скажете? Боже, наши что сделали? Где? В какой области? Это Херсанский направление. В первом области Харьков. Харьков, Кобань. Что? Да, в мене день родственника. Ааа. Ну, что, Аліночка. Вітаю тебе. Счастья, здоровья. Проживайте тебе еще много-багато орков. Я попросила. Да, вилетело просто. Что? Саш, ну, это нормально взагалі. Аліночка, очень хороший стиль. Спасибо. Очень все хорошо. И скатертинка такая хорошая. Это бабовна? Вилетела? Так. Все, еще раз у кого-то что-то вот такое вылетит, то и приседает. Сароди, пожалуйста. Ань, это... Так, короче, вы чули, что наши на Херсонському напрямку еще на 12 километрів просунулись? А я еще чула, что там четыре хаймерсы привезли, тут ли вообще капец спута? А еще... Так, почекай ты, что твои четыре хаймерсы. А я вообще чула, что у нас в Украине завод хаймерс сбудует, и тогда американцы будут у нас хаймерсы покупать, чтобы нам их передавать. А еще я чула... Так, почекай! У меня минист вылетел, я приседать не могу. А ну я чула, что Олешка Жданов сказал, что в России такими темпами лишилось три месяца. А еще я чула, что... Так, почекай, господи, что твои Жданов, тоже мне эксперт. Я Арестовича дивилась. Он сказал максимум два месяца. А еще я чула, что... Так, почекай! Да дайте я хоть что-то скажу, а то я просто приседаю. Девчата! 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 Очень вздох! Да пока нет. Но если что, я готова. Субтитры делал DimaTorzok